Ре. Вис Этерс Ирте. Польша засияет уже очень скоро. Четверг, 17 ноября мы начинаем. И уже с 17 часов уже все объекты будут включены. То есть это такое нововведение, потому что раньше, по-моему, было с 18.00. Да, но знаете, очень много людей спрашивали, почему вы не сияете уже с 17 часов, поскольку уже темно. И так мы отозвались и начинаем в этом году уже с 5 часов. Познакомьте нас, Диана, пожалуйста, с маршрутом. Какие будут самые основные, самые интересные объекты, которые просто обязательно стоит увидеть и посмотреть? Да, вы уже видели ролики. Там многие объекты уже показаны. Но осмотр я могу предложить начать со Старой Риги, со самого центра. И нумерация объектов как будто маршрут. Но я думаю, что каждый все равно выбирает свой маршрут. Информационный центр находится недалеко от Ривипспимникс, на перекрестке Вальню и Кальтю. И там будет возможность получить карту и по карте просто пойти. Фестиваль проходит уже в девятый раз. Уже, ну, можно сказать, история этого фестиваля нам известна, она довольно большая. Чем еще можно удивить на этот раз? Ведь наши зрители, наверное, уже избалованы. Да, так иногда кажется. Всегда хочется что-то нового. И в этом году, я думаю, что очень хорошо, что у нас в гостях многие иностранные художники со своими объектами. Какие страны принимают участие, кстати, сказать? Очень длинный список. У нас есть одна художественная, даже из Австралии, есть из Португалии, Испании. Из... так уже спуталось. По-моему, из Японии даже были. Из Японии, да. Мы будем видеть в нашем фестивале шесть видеопроекций, шести японских артистов. Артистов — это артисты, которые уже приняли участие в Токио в конкурсе видеопроекций. Я думаю, что это будет очень интересно, поскольку это новое. Мы никогда в Риге не видели японских видеопроекций. Так что будет что-то такое, что мы увидим впервые. Насколько я понимаю, Диана, фестиваль в этом году становится все более интерактивным, и в нем непосредственное участие свою руку может приложить практически каждый посетитель этого фестиваля. Расскажите подробнее. Не только может, но должен, поскольку многие инсталляции как раз заработают только тогда, если посетители примут участие. Например, есть инсталляции, где мы увидим на Национальном музее искусств, мы увидим живопись Розентала, Януса Розентала. И нужны шесть рук, чтобы просто увидеть эту живопись. Есть объекты, где ты сам можешь сделать свои орнаменты, свой рисунок. Так что много интересного, просто надо смотреть. Я обычно всех приглашаю не пробежать через маршрут и просто немножко посмотреть, но постоять и немножко понять, что художник хотел сказать. А мне вот интересно следующее. Как происходит встреча? Как вы находите друг друга? Организаторы и художники, скажем, из Австралии, из Японии, кто кого находит? Как случается вот этот контакт? Это существуют какие-то международные фестивали, на которых вы как-то пересекаетесь, знакомитесь. Вот каким образом это налаживание мостов и связей происходит? Очень большой толчок дал 2014 год, когда Рига была европейской столицей культуры. Тогда мы были очень видны со стороны многих стран, других стран. И тогда уже наш фестиваль практически стал в ряду всех больших интернациональных световых фестивалей. И художники, они просто смотрят и предлагают нам свои работы, поскольку у нас есть конкурс, каждый может подать свои работы. И наши художники, и иностранные. И со стороны иностранных участников какой интерес? Насколько он велик, это конкурс? То есть получается, что вы не всех выбираете? Нет, конечно, не всех. Сейчас уже, когда фестиваль приближается, каждый день получаю какие-то имейлы от художников. Они хотят участвовать. И это значит, что мы действительно фестиваль, который виден международно. А есть какие-то объекты, скажем, фавориты у художников, которые они больше всего хотят, скажем так, рассветить, разукрасить, из-за которой, может быть, даже какая-то борьба происходит, например, памятник свободы, президентский дворец? Очень трудно выбрать иногда, поскольку, когда мы в конкурсе получаем все работы, да, есть несколько работ на одно место, и тогда очень трудно выбрать. Это бывает очень трудно, поскольку работы обычно очень хорошие. И они это не знают, это наша работа, когда мы выбираем программу, когда составляем весь этот список, тогда надо немножко так подумать, как это сделать. Но, конечно, самое главное, чтобы, когда наши жители проходят через фестиваль, идут в эту световую прогулку, тогда, чтобы они просто видели очень разные, разнообразные работы световых артистов, и чтобы они были рады. Говоря о погодных условиях, на прошлой неделе стояла снежная зима, даже у нас в столице. На этой неделе уже осень возвратилась. Вот что лучше для фестиваля, осень дождливая или снежная зима было бы? Трудный ответ, поскольку если снег, тогда, конечно, свет и расцветы играют немножко по-другому. Когда, вы знаете, когда у нас обычно над городом световые лучи, для этого лучше такая, немножко такая маленькие дождики, тогда их... Пасмурная погода. Да, 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 пасмурная погода, тогда лучше видно. Ну, нет плохой погоды. А какие-то корректировки проводили, вот погода изменилась резко? Ну, да, вообще мы думали, что это будет самый холодный фестиваль в истории нашего фестиваля. Но сейчас уже смотрим, что погода изменилась. А меня интересует еще вот такой вопрос. Вот насколько учитывается в ходе выбора художников на участие в фестивале, насколько учитывается не только эстетический момент, но и этический? Ведь в фестивале задействованы различные архитектурные, исторические памятники. И наверняка имеет значение, что на них будет демонстрироваться. Тем более, что праздник проходит 18 ноября, в День независимости нашей страны. Наверняка не все можно делать и показывать даже светом на каких-то отдельных объектах. Да, конечно, это учитывается. Это очень интересная дискуссия насчет того, и мы, например, прошлый год, когда мы делали видеопроекции на памятнике свободы, это тоже перед тем была очень большая дискуссия с архитектами, с художниками. Как? Поскольку это уже произведение искусства, и на это накладывается другое произведение искусства, поскольку художники как будто рисуют цветом. И, ну, здесь тоже нет, наверное, однозначного ответа, но это очень тонкий вопрос. Ведь действительно, я даже сама помню, есть некоторые инсталляции, где как будто появляются какие-то трещины, здание как будто разрушается. Вот, возможно, не на каждом объекте можно такое показать, вот, в частности, на памятнике свободы. Может быть, это не совсем этично? Ну, конечно. Ну, я думаю, что художники, они очень тонко, и они очень хорошо чувствуют это. И они, конечно, рассказывают какой-нибудь рассказ своим объектам. И, может, иногда они немножко как будто провоцируют, но тогда это их задача. Потому и они делают нам, они как будто показывают нам город немножко по-другому. Или какое-то здание, или место в городе. Они делают немножко, иногда, такие провокации, где мы задумываемся, а, да, это может быть совсем по-другому. Будут ли какие-то отдельные объекты, которые могут быть интересны именно детям? Вот я помню, один год мультики показывали, вот, где конвента сета. Была очень интересная инсталляция. Она собрала очень много детей. Там вот буквально анимационный фильм демонстрировали. Вот меня интересует, будет ли что-то подобное в этом году? Дети уже стали участниками или художниками. И они в Рижском празднике, Риг, святки, у нас был такой воркшоп, где они рисовали и раскрашивали птицы и животные, которые есть в гербах латвийских городов. И сейчас эти, их рисунки, из них сделана анимация. Так что все, которые принимали, дети, которые принимали участие, на эспланаде был как раз такой воркшоп, они могут пойти и посмотреть свои работы. Ну что же, спасибо вам, Диана, что пришли. Встречаемся на фестивале Старо Рига, который стартует. 17 ноября в четверг и продлится он целых 4 дня. И начало не как в прошлом году в 18.00, а в 17.00. Так что у вас есть время использовать эти 4 дня, чтобы посмотреть все объекты, потому что они разбросаны по всему городу. Найдите на это время.